Монако, 1982 год. Принцесса Диана приехала на похороны принцессы Монако Грейс, известной всему миру еще как актриса Грейс Келли, Диане 21. И все происходящее произвело на нее ошеломляющее впечатление. В 56-м году Грейс Келли вышла замуж за принца. Все было как у Дианы. Роскошная свадьба, похожая на сказку. Платье, на которое пошло 150 ярдов дорогого шелка. Грейс была очаровательна и вызывала восхищение миллионов. Сказка кончилась 15 сентября 1982 года, когда она, по версии следствия, вместо тормоза нажала на педаль газа. Диана стала героиней такого же увлекательного сериала. Первые серии были очень красивыми. Принц, смущенная невеста, потом рождение сына. Публика с интересом наблюдала за жизнью царственной четы. Родился второй ребенок. Но выяснилось, что муж ей не верен. В этом браке у нас было трое. Немного многолюдно. Одни обожествляют Диану и называют ее истерзанным ангелом и почти что святой. Люди обожали ее и называли королевой сердец. Она была близка миллионам. А другие предлагают избавиться от розовых очков и посмотреть на судьбу Дианы, как на жизнь человека, совершившего рекордное количество ошибок. Но вы всегда чувствовали, что должны поддерживать имидж успешной принцессы Уэльской? Да, да. Я никогда не симпатизировал тому, что она творила. Потому что это вся сказка про Золушку, которую, ах, стуфелька. Она была не Золушка, и она была не стуфелькой. Лондон. 3 сентября 1997 года. Свои подписи в книге соболезнований, выставленной в Сент-Джейнском дворце, оставили около четверти миллиона человек. В Лондон стекались люди со всей страны. Во многих местах, где она бывала, и куда приходили люди к ней прощаться, положили книги людей, которые хотели сказать ей последнее слово. Сначала таких книг было пять, заполненных полностью, полностью, а потом оказалось 43. Полиция и власти пребывают в ужасном напряжении. Что же будет в день похорон? Похороны Дианы, принцессы Уэльской, были очень сложным мероприятием. Полиция боялась, что возникнет страшная давка и будут жертвы. Было решено изменить маршрут, по которому последует гроб. Он пойдет не от Сент-Джеймского, а Кенсингтонского дворца и закончится у Вестминстерского аббатства. То есть станет намного длиннее. В гайдпарке разместят два гигантских экрана, на которых можно будет видеть прямую трансляцию происходящего. Самая главная интрига – это опускать флаг, не опускать флаг. Королева мучительно принимала решение, вот как себя вести. Она же долго вообще не появлялась, пока газеты просто не кричали. Ты вообще где, королева? Ты вообще проявись. 4 сентября. Флага над Букингемским дворцом нет вообще, что означает отсутствие его хозяйки. Королева Елизавета II остается в Шотландии в своей летней резиденции. «Покажите нам, что вам не все равно», – взывает экспресс. «Где наша королева? Где ее флаг?» – пишет ЦАН. «Ваш народ страдает. Поговорите с ним». Заголовок «Миррор». И мы знаем, что королеве пришлось вернуться на день раньше, что было единственным случаем в истории, когда она позволила общественному мнению поменять ее план. Эти кадры сделаны за 8 часов до трагического ДТП, оборвавшего жизнь Дианы. Она улыбается. Рядом Доди Альфаед, который галантно пропускает возлюбленную вперед. В этот день, по уверению отца Доди, его сын должен был подарить кольцо Диане, символизирующее помолвку. Вечером планировался романтический ужин, но Диана все время была в напряжении. Их постоянно караулят папарацци. За неделю до смерти пресса устроила уже просто невыносимую жизнь принцессе. Всех интересовали детали ее романа с Доди. Принцесса и Доди Альфаед вышли через задний ход отеля. Но за ними все равно увязались охотники за фотографиями звезд. Доди приказал ехать через туннель Понт де Альма. Оба были не пристегнуты. Жутко неудобный туннель. Ну, жутко. Он длинный, он противный, он крутой. Они мчались с повышенной скоростью, и машины, которые шли навстречу, им просто сигнализировали, говорят, ребята, осторожней, так, вы в Париже, вы в туннеле. По версии следствия, желание оторваться от папарацци заглушило страх и осторожность. Водитель, потеряв управление, врезался в 13-й, что подметила потом пресса, столб от начала туннеля. Никто никогда не узнает правду о смерти принцессы Дианы. Убили ее или не убили? Вот, вот главный вопрос. Убили, сразу сказал отец Доди Мохаммед Альфаед. И заказчики преступления. Королева Англии и ее супруг принц Филипп, для которых Диана была огромной костью в горле, а исполнители спецслужбы. Существует много доказательств того, что они были убиты британскими спецслужбами совместно с французскими. По версии Мохаммеда, Диана собиралась принять ислам, была беременна, и королевский двор не вынес бы рождение этого ребенка. Как это, бывшая жена наследника престола, и вдруг выходит замуж за мусульманина. Газеты подчеркивали, что на снимках папарацци, сделанных на французской ривьере незадолго до трагедии, у Дианы заметен округлившийся живот. И те, кто верил в убийство, говорили, что поэтому из дома Виндзоров поступил приказ о бальзамировании тела принцессы. То есть сделать все необходимое для того, чтобы тело из Парижа в Лондон прилетело уже отбальзамированного. А это означает, что все следы беременности уничтожаются, внутренности вынимаются, зачищают. Еще до развода и, само собой, после Диана раздавала интервью, в которых королевский двор представал сборищем злых, двуличных и лживых людей. Весь мир привык к красивой картинке. Королева-мать, ее прекрасная семья, а тут выходило, что это настоящие моральные уроды. Я действительно не могла больше терпеть. Все происходящее во дворце было просто ужасно. В день свадьбы Диана была очень счастлива и уже знала о существовании Камилы Паркер-Боулс. О своем сильном чувстве к этой женщине ей рассказал сам Чарльз. Она могла здраво оценить, готова ли она на брак с человеком, который, в общем, любит по-настоящему другую женщину. Камила была старше Чарльза на 15 лет. У нее было бурное прошлое. Королева насильно когда-то разлучила сына с этой особой, с плохой репутацией. Но они вновь сошлись через много лет, когда Камила была уже замужней женщиной. Диану в жены Чарльзу выбрали родители. В отличие от Камилы, она была стопроцентной аристократкой, юной, красивой, здоровой и непорочной. Ее взяли только для того, чтобы она ему, так сказать, наследника родила. Это все попользовали ее, как говорят, чтобы продлить свой род. Диана полагала, что победит Камилу. И муж ее забудет. Но почти сразу после пышного бракосочетания она услышала достаточно интимный разговор мужа с Камилой. Я спрашиваю у своего мужа, почему возле тебя всегда эта женщина? А он отвечал, что не желает быть принцем Уэльским, у которого нет любовницы. Она устраивала сцены и истерики, причем не стеснялась даже королевы, ожидая первенца. Диана сбросилась со ступеней высокой лестницы. Она хотела всех напугать. Говорят, что упала прямо к ногам королевы. Но Чарльзом таким было не пронять. Получив сообщение о смерти Дианы, королева первые дни хранила молчание и не собиралась показывать публике, что убита горем. Она считала, что ее надо отдать Спенсером, и пусть они ее так специально хоронят. Тихо, по-семейному. Принц Чарльз сказал своей матери, что лично полетит за телом Дианы в Париж. Елизавета хотела, чтобы его визит во Францию не носил официальный характер. Но в итоге Чарльз улетел за бывшей женой на самолете британских ВВС и продолжал настаивать на том, что прощание с Дианой должно пройти так, как будто она осталась членом королевской семьи. Широко растиражированная легенда гласит, что прервать молчание и устроить королевские похороны невестке королеву убедил Тони Блэр. Королева прислушалась к нему, позволила себе услышать его совет и сделать так, как предложил этот мальчик Блэр. Тогда он был мальчиком. И многие эксперты видят в поступке Блэра хитроумный расчет. Рейтинг королевы тогда был низкий. Кукингемский дворец почти напрямую обвиняли в гибели Дианы. Лично я считаю, что Тони Блэр полностью схватил ситуацию в свои руки, чтобы, прежде всего, увеличить свою популярность. Ведь в Англии тогда была настоящая массовая истерия, и он просто сделал себе на ней большие очки. Но, скорее всего, королева поступила как мать, когда видит, что ребенок неправ, но лучше ему уступить, если ребенком считать уливающийся слезами народ. Я насыщалась ей и уважала за ее энергию и самоотдачу по отношению к окружающим, и особенно за преданность своим детям. Королева приказала приспустить на дворце флаг, чего не было в Англии, даже когда хоронили Уинстона Черчилля, и очень четко дала понять всей нации, ей больно и очень плохо. Трудно выразить чувство потери, и первоначальный шок переходит в смесь разных чувств, опасений, гнева, тревоги за тех, кто остался. Как вы думаете, вы когда-нибудь станете королевой? Нет, не стану, нет. Почему вы так думаете? Я бы хотела быть королевой людских сердцем, но я не вижу себя королевой этой страны. Но хоронили ее как королеву, и это была одна из самых масштабных и дорогих погребальных церемоний в мире. Традиция пышных королевских похорон предполагает воинские почести, гвардейцев в почетном карауле, гроб на орудийном лафете, и была заложена в феврале 1901 года, когда Британская империя прощалась с королевой Викторией. Обязательно проводится публичное прощание в Вестминстерском аббатстве. Собираются представители всех монархий. Но гроб с королевой так долго по Лондону не возили. Увидеть принцессу Диану, пусть издали, пусть в закрытом гробу, хотели миллионы, казалось, обезумевших людей. Была самая настоящая истерика и Британия, которые заразились во всем мире. Париж, 31 августа 1997 года. В последний день своей жизни Диана целый час разговаривала со своим дворецким Полом Барреллом, напоследок сказав, что хочет, чтобы ее любимая сестричка и единственная подружка всегда оставалась рядом. Пол Баррелл был женат, но не скрывал от принцессы своей страсти к мужчинам и был действительно ее самой близкой подругой. Принцессу всегда нужно было подбадривать, потому что она была очень слабой, а в последние годы жизни просто потерянной душой, ищущей любви и того человека, кто обнимет ее, кто будет о ней заботиться. Они познакомились в 80-м, когда Диану в первый раз пригласили во дворец в качестве невесты принца Чарльза. Баррелл тогда был слугой королевы и с теплом отнесся к застенчивой и напуганной девушке, успокоил ее, подбодрил. В 87-м Диана переманила его работать во дворец Хайглоуф, в котором жила с принцем Чарльзом и детьми, и он стал человеком, которому она доверяла самые страшные тайны. Для меня всегда было больно видеть, насколько принцессе тяжело жить с мужем. Принц Чарльз не был добр к своей жене, он был холоден и равнодушен. Мне было очень ее жаль, потому что ее психологические мучения были очень велики. Со слугами Диана начала дружить сразу, как вышла замуж. Однажды Чарльз обнаружил в спальне жены Лакея, Марка Симпсона, который принес ей гамбургер. Они сидели на кровати и мило болтали. Диана при этом была в ночной сорочке. Но что ей оставалось делать? Она хотела человеческого тепла, с кем-то болтать, делиться своими эмоциями. А вокруг были тишина и постоянное недовольство. Принцесса Диана все время выходила за рамки шаблонов и нарушала строгие правила. Чарльз ревновал ее к прессе, которой она нравилась гораздо больше, чем он, к детям, которые ее боготворили, к простым людям, которые называли ее королевой сердец. Как только стало известно о гибели Дианы, Пола Баррелла привезли во дворец и поручили выбрать вещи принцессы для погребальной церемонии. Это он забрал из больницы и сжег ее окровавленное платье. Два дня сидел рядом с гробом. Это его, единственного нечлена семьи, пригласили на похороны. От горя он выглядел совершенно безумно, рыдал и говорил сам с собой. Поэтому никто не попросил Дворецкого сдать ключи от комнат Кенсимтонского дворца. И он вынес оттуда на память о сестричке очень много ее украшений и платьев. Все, к чему прикасалась Диана, сразу стало стоить десятки тысяч долларов. Когда полиция нагрянула к бывшему дворецкому с обыском и запахла тюрьмой лет на десять, Баррелл заговорил. Начал с известного факта – связи Чарльза с Камиллой. Диана с самого начала знала об этой связи и вынуждена была всю жизнь биться за внимание мужа. Дальше Дворецкий поведал, что шпионил по поручению Дианы за Чарльзом. И однажды перехватил письмо, в котором принц признавался в том, что хотел бы стать тамбоксом Камиллы и дня не может прожить без близости с нею. Баррелл утверждал, что был личным сутенером Дианы и провозил в Кенсингтонский дворец ее многочисленных любовников, пряча в багажнике своей машины. Она была здоровой, ну, по крайней мере, физически молодой женщиной. Отношения с мужем у нее были сложные. Это вполне возможно. Но Баррелл уверял, что этих романов было не просто много, а очень много. И принцесса часто позволяла себе просто мимолетные связи с едва знакомыми мужчинами. И при этом страстно хотела забеременеть, уверяя, что ей абсолютно все равно, кто станет отцом ее ребенка. Она принципиально не пользовалась презервативами. Что она... Ей даже было не важно, от кого забеременеть. Ей был важен сам факт. Пол Баррелл рассказал, что особо принцессе нравились восточные мужчины. Долгой страстью был хирург Хаснат Хан, потом бизнесмен Гулу Лалвани, потом миллионер Амар Харули и другие. А последний любовник Доди Альфаед приобщил ее к кокаину. И за каждую очередную сенсацию Пол Баррелл брал с изданий по полмиллиона евро. С одной стороны, объективно, мы должны верить дворецкому. Он мог это знать. Он мог это видеть. А с другой стороны, те обстоятельства, при которых вот эта вот информация появилась, и то, как она появилась, личности заставляют усомниться, что дело было на самом деле так. Парижский мост Алма. Британский флаг и море цветов. Люди приходят, чтобы поклониться Диане. И все проклинают папарацци, которые сначала преследовали машину с принцессой, а потом снимали ее умирающую в искореженной груди металла. Уровень негатива к изданиям, журналистам, папарацци, вообще всему тому отношению, в те моменты он искренне зашкаливал. Первым к разбитому лимузину подбежал папарацци Румуэльт Ред. Ред подчеркивали потом журналисты по-английски «крыса». Джинсы Доди Альфаеды были разорваны в клочья. Ред прикрыл его тело ковриком машины и сказал Диане «Держитесь, скоро будет врач». Потом подоспели его коллеги. Ред их стал прогонять. Скорее всего, он хотел обладать эксклюзивом, но потом говорил, что понял, какой аморальный поступок они совершают. И лицо, и тело не были обезображены, а внутри было полное смещение всех органов. Прибывший доктор сразу понял, что у Дианы обильное внутреннее кровотечение. И дальше возникает вопрос, ответа на который нет. Почему ее не могли сразу же отвезти в хороший госпиталь? Эта больница для таких бедных, какими тогда до перестройки были мы. Боже мой, ну отвезли. Я не могу некоторых вещей понять вообще. В ужасную клинику Диану везли полтора часа, хотя можно было доехать за 10 минут. Врачи отсталого госпиталя спасти ее не смогли. Испания, 1 сентября 1997 года. В то время Джеймс Хьюитт был на юге Испании, отдыхал и мобильный телефон брал в руки редко. Однажды решил посмотреть сообщение и увидел десятки пропущенных звонков. Ему сообщили, что в Париже погибла женщина, с которой его связывал долгий тайный роман. Я никогда не хотел быть хамом, но я подозреваю, что раз публика хочет меня таким видеть, то тут ничего не поделаешь. Сообщение о трансляции этой телепрограммы со скандальным названием «Откровение хама» вызвало гнев королевского двора. Но Джеймса Хьюита это не остановило. Он рассказал миллионам людей о пятилетней связи с Дианой. Гонорар был предложен огромный. Диана закрутила роман с Джеймсом, когда интимные отношения с супругом у нее сошли на нет. Чарльз часто встречался с Камилой. Кроме этого, Диана подозревала его в склонности к гомосексуализму. В ее спальне он появлялся не чаще раза в месяц. Может быть, физиологическая была несовместимость, об этом много говорят, но она стала искать каких-то связей на стороне с мужчинами, которые, может быть, удовлетворяли чисто в физиологическом плане. Они познакомились в 1985-м, когда Диана решила брать уроки верховой езды. Учить принцессу держаться в седле взялся высокий и красивый капитан. Она полагала, что у него случилась любовь с первого взгляда. Принцессы, так же, как и королев, любят не потому, что любят, а потому, что они принцессы. Она самая знаменитая женщина в мире. Конечно, хочется побыть ее возлюбленным. И она принимала их, вот этот их самообман, за чистую монету. Она верила в то, что ее любят по-настоящему. Хьюитт – автор двух книг, в которых он описал тайные встречи с Дианой и уверял, что именно он подарил ей впервые женское счастье, не скупясь на весьма интимные детали. Чарльзу донесли о романе супруги. Но это его не расстроило. Он вздохнул с облегчением. Диана перестала быть жертвой. Ее отношения с Хьюиттом означали, что брак их окончательно рухнул. Но самым худшим в судьбе Дианы было ее решение дать интервью программе «Панорама» на BBC. Они предложили всем отличный ярлык. Диана неуравновешена, у нее нестабильная психика, и, к сожалению, этот ярлык приклеился. Леди Диана рассказала о жутких отношениях внутри королевской семьи и изменах мужу. И Англия с пониманием отнеслась к этому вопиющему факту. Но это был последний сожженный мост между Дианой и Букингенским дворцом. Она была, знаете, как вот такой шахидка такая, да? Она вот попала в монархию, и как бы вот там подрывая себя, вот готова была подорвать себя, чтобы подорвать, разорвать изнутри Букингенский дворец. Еще при жизни Дианы журналисты активно обсуждали вопрос, от кого она родила сына Гарри. В отцы таблоиды записали ему Джеймса Хьюита. Долго там портреты сравнивали, похож, не похож, но опять-таки я этого не знаю, и вы, наверное, не знаете, нам никто не скажет так. Он так же похож на отца, как и на этого Жакея. Интересно, что в век интернета Диана писала своему любовнику не имейлы, а письма, и отправка очередного послания Джеймсу каждый раз была обставлена как секретная спецоперация. Принцесса походила просто на параноика. Она никогда не отправляла писем с помощью дворцовых слуг. Она бросала их сама в какой-нибудь почтовый ящик, боялась, что их перехватят и прочитают чужие люди. 64 письма от Дианы Джеймс Хьюитт пытался сначала продать за 4 миллиона фунтов стерлингов, потом решил, что они тянут на 10 миллионов. Но таких денег за письма ему никто не заплатил. В 2008 году британские таблоиды опубликовали снимок, на котором принц Гарри целует солдата. Это был всего лишь спор на бутылку пива, что Гарри поцелует однополчанина, и Гарри его выиграл. Но газеты написали, Гарри похожий гей. Скандал замяли быстро. Гарри вскоре доказал свои натуральные сексуальные аппетиты. И это ерунда по сравнению с тем, что довелось пережить его отцу в 2003-м, когда его обвинили в сексуальной связи со своим личным помощником Майклом Фоссеттом. Об этом поведал Джордж Смит, который служил балетом у наследного принца. И он лишний раз выразил глубокое сочувствие Диане. Принц Чарльз ничего не ответил тогда на обвинение в сексуальной связи со своим слугой. Но прошло немного времени, и публика получила новый скандальный факт. Еще один слуга Чарльза и Дианы, Джеффри Тодд, рассказал, что во дворце два-три раза в неделю устраивали настоящие орги, и на них бывали Диана и Чарльз. Со слов Джеффри Тодда, слуги и приглашенные ими случайные люди накладывали макияж, одевались в женские платья. Как правило, это была украденная одежда монарших особ. И похоже, Диана действительно знала об этих шалостях слуг и просто не хотела им мешать, ведь они были ей близкими людьми и спасали от страшного одиночества и постоянных душевных травм. Она была непредсказуемой. У нее была глубокая депрессия, и мы не можем судить эту женщину строго. Она жила в персональном аду, и поэтому многие факты из ее жизни выглядят ужасно, но имеют объяснение. Всему виной расшатанная нервная система, серьезные проблемы с психикой. Принцесса Диана, конечно, имела некоторые, ну, так самые деликатные, скажем, психологические проблемы, а может быть и психические. В эфире Би-Би-Си она призналась, что много лет страдает булимией. Ты набиваешь желудок 4-5 раз в день, а иногда и чаще, и это дает тебе чувство комфорта, как будто кто-то тебя обнял. Бесконтрольное обжорство стало мучить Диану еще в юные годы, когда она очень болезненно переживала развод родителей. Она заедала депрессию, страхи и отчаяние, но легче ей становилось лишь на короткое время. Идешь, замените, блюешь, чтобы не есть. Ну, и вот это превращается, помню, это же история, как она по ночам лазила, приходила на кухню, лазила в холодильник, сжирала там полкило колбасы, потом шла, значит, ее тошнило, потом она целый день там умирала. В сенсационном интервью для программы «Панорама» Диана призналась, что не раз наносила себе раны. Я ранила себе руки и ноги, причиняла себе страшную боль. Это действительно была попытка обратить на себя внимание. И она не понимала, что этим еще больше отдаляет своего супруга, который постоянно проводил сравнительный анализ. Модрая, жизнерадостная, такая земная и заботливая Камила, и нервная, депрессивная, вечно печальная и чем-то недовольная Диана. Особо принца Чарльза травмировало то, что все эти ужасные сцены происходили на глазах у прислуги. Но дело было в том, что она действительно любила Чарльза, и ей было просто очень обидно из-за того, что он предпочел другую, и держать себя в руках она не могла. Душевные страдания действительно доводили ее до психоза. Все винили в крушении брака меня. А я отвечала, что меня постоянно игнорировали. Я просто не была достаточно хороша для этой семьи. Лондон, 6 сентября 1997 года. За гробом Дианы идут два ее сына, Уильям и Гарри. Уильям на похороны идти не хотел. Сказал, что не хочет видеть в этот день многочисленных журналистов, которых считал виновными в смерти мамы. Мальчики, конечно, проявили храбрость и мужество в этот день. И Уильям пошел, потому что его дедушка, принц Филипп, сказал ему, если не проводить маму, будешь об этом жалеть всю жизнь. Не бойся, я буду рядом. Гарри положил на гроб букетик с надписью, от которой заплакали миллионы. Одно слово. Мамочки. А королева склонила голову, хотя поверить в то, что это возможно, никто не мог. Чтобы королева склонила голову, это просто не бывало вещь. Не угоду народу, это был такой естественный жест. Письмо о том, что лучший выход из положения – это развод, написала Диане именно Елизавета II. В нем было указано, что королева посоветовалась с правительством и церковью и назвала ситуацию личной и государственной трагедией. Диана была потрясена, но все было решено. Немного придя в себя, принцесса запросила 30 миллионов фунтов стерлингов. Потом сторговались на 17. Очень важным для Дианы было также сохранить титул и право жить во дворце. В случае с принцессой Уэльской, нужно понимать, что деньги имели для нее всегда огромное значение. И никакие страдания не могли отвлечь ее от забот о своем личном комфорте. В 95-м у Дианы начались отношения с известным хирургом Хаснатом Ханом. И она считала, что нашла, наконец, свою вторую половину, и он станет ее мужем. Именно тогда она впервые заговорила о том, что готова сменить свою религию. Съездила в Пакистан, познакомилась с родителями Хана, часто бывала в его лондонской квартире и пыталась там вить семейное гнездо. Некоторые романы Дианы отличались ее настойчивым преследованием ее возлюбленных. Полагаю, что это было на стадии, когда их чувства начинали остывать. Ее дворецкий Пол Баррел потом будет рассказывать, что если Хан не отвечал на звонки и записки Дианы, то он искал его по всему Лондону и чуть ли не силой тащил во дворец. Хан начал тяготиться этим любовным террором. Это мешало работе, просто жизни, как и беспрерывное внимание прессы. И он ей сказал, что я думаю, что наше замужество не состоится. И для Дианы это опять был страшный удар. Потом был продавец машин, причем богатый человек, но Диана подумала, что если она стоит бухгалтершей у этого человека, то это будет смешно. Это все были миллионеры потом. Потом был очень известный торговец старинными картинами. А потом появился Доди Альфаед, сын египетского миллиардера, богатый бездельник, который пригласил ее отдохнуть на свою виллу во Франции. Друзья Дианы считали, что это всего лишь очередная интрижка. Эти отношения не закончатся свадьбой. Но отец Доди утверждал, что это был уже вопрос решенный. Думаю, что он просто использовал сына, чтобы ухватиться за принцессу Уэльскую и получить, наконец, билет в высшее общество. Мохаммед Альфаед купил в Лондоне самый роскошный магазин. В нем он выставит потом скульптуры Доди и Дианы. У него было очень много денег, но британского гражданства ему так и не дали. Он был страшно зол на чопорную страну, которая никак его не принимает. И ненавидел королевский двор. Они убили моего сына и принцессу Диану. Я прямо указываю пальцем на гангстеров, которые управляют страной из-за кулис, королевский двор и семью. Через шесть лет после гибели Дианы ее дворецкий полбаррел пролил бальзам на сердце отца Доди Альфаеда и рассказал о записке, которую Диана передала ему незадолго до смерти. Она была в ужасном состоянии и ясно дала понять, ее хотят убить. Там написано, против меня готовятся несчастные случаи. Отскажут тормоза. Все для того, чтобы Чарльз снова женился. Совершенно непонятно, какое дело было Чарльзу до бывшей супруги, с которой он был уже разведен. Они жили независимой друг от друга жизнью. Никто не мешал им строить личное счастье по собственному усмотрению. Но за эту версию сразу схватились газеты и множество людей. Она узнала как раз от тех людей, которые ее поддерживали, кто работал от МИ-5 и были осведомителями в ее окружении. Они решили нарушить присягу, потому что симпатизировали ей. Со спецслужбами Диана была связана всю свою жизнь. С одной стороны, они обеспечивали ее безопасность. С другой, постоянно записывали ее разговоры и принца Чарльза. А с третьей, снабжали Диану компроматом на членов ненавистной ей королевской семьи. Они ей как бы подбрасывали темы. И насчет шпиона короля, и насчет прелюбодея Филиппа, да, разбратника. Чтобы она могла, так сказать, этими аргументами как-то, если не шантажировать, то во всяком случае успокоить королевскую фамилию. Супруг Елизаветы II, принц Филипп, для всех образец благородного мужчины. Но спецслужбы раскопали информацию, что в молодости он был большим развратником и устраивал вместе с другом, королевским фотографом Бэроном Нейхумом, бурные оргии с аристократками и дамами попроще. И продолжал это делать, уже будучи женатым на Елизавете и став отцом принца Чарльза. Подтверждение – множество очень откровенных фотографий. Обвиняя во всех бедах Дианы королеву, Елизавете II припомнили и грустную судьбу ее сестры Маргарет. Маргарет называли запасной королевой. Елизавета всегда грубо рулила ее судьбой. Не дала выйти замуж за любимого человека. Муж королевы, принц Филипп, закрутил с Маргарет роман, но бросил. Маргарет много пила, употребляла наркотики и была очень несчастной женщиной. Это же страшный дом. Я залез в его историю. Отроб берет. От всех практически. Фактически жизнь сестры испортила и зарубила Елизавета. И Диана про все скелеты в шкафах Букингемского дворца прекрасно знала. И от этого королевской семье было очень страшно. Ведь Диана была непредсказуема и любила общение с прессой. К сожалению, Диана постоянно давала прессе информацию о проблемах в ее браке и давала понять, что Чарльз – порождение просто страшной семьи. Они видят во мне определенную угрозу. Однажды Диану спросили. Вся страна наблюдает за вашей благотворительной деятельностью. Почему она так важна для вас? Потому что мне нечем больше заняться. Слышен голос режиссера. Ужас! Это же записывается! Диана извиняется и вновь делает серьезное лицо. Почему она так глупо пошутила, остается неизвестным. Ведь благотворительность была искренним ее порывом. Именно за это, а не красоту и стильные наряды, народ назвал ее «королевой сердец». Она создала около пяти сотен благотворительных фондов. Вообще, вы понимаете, пять сотен благотворительных фондов, которым она официально разрешала использовать свое имя. Помогать больным и обездоленным обязаны все члены королевской семьи. И на это они не жалеют денег, времени и сил. У того же принца Чарльза, по-моему, из 365 дней в году, чуть ли не 350 расписано на разные заседания, благотворительные общества, встречи. Но ни Чарльз, ни королева, никто из королевской семьи не смог бы дотронуться до человека, тело которого в страшных язвах, обнимать людей, зараженных СПИДом. Я думаю, она потрясла тогда весь мир. Ведь в 80-е люди думали, что СПИДом можно заразиться, разговаривая с больным по телефону. Они были изглоями, которых боялись все. Но Диана не надевала даже перчатки. Она открывала хосписы для умирающих от рака людей, помогала детям с пороком сердца и лейкемии. И самое большое достижение принцессы – борьба с противопехотными минами. Она очень любила опуститься на коленки вот так немножечко и сравняться с детишками и смотреть прямо на них вот в упор. И дети это чувствовали, такое внимание взрослой и очень красивой тети. И они отвечали любовью. Мне кажется, что вот человек, который такое благородное дело совершил, ему уже все остальные грехи могут просто списываться. Ее кумиром была мать Тереза. Они не раз встречались. И поражает факт, что мать Тереза умерла 5 сентября 1997 года в разгар истерии в Лондоне, вызванной смертью Дианы. Но уход женщины, которая потом была причислена к лику святых, поэтому прошел почти незамеченным. Внимание всего мира было приковано к Диане и королевскому двору. Если бы она дожила до старости и продолжала куролезть в том же духе, как она это делала, то в конце концов многие бы в ней разочаровались. А так она ушла на взлете. 31 августа 2007 года. Спустя 10 лет после гибели Дианы, дети принца Уильям и Гарри организовали поминальную службу. Слова молитвы за Уильямом повторяли королева Елизавета II, ее супруг герцог Эдимбургский, принц Чарльз. Залу вторили тысячи британцев. Она целовала нас на ночь, провожала нас в школу своей сияющей улыбкой, всегда нас поддерживала в трудную минуту. Она всеми силами старалась сделать наше детство счастливым. Газеты написали, что согласно опросам, две трети британцев считают, что Камиле здесь не место. Принцы прислали ей официальное приглашение, но она его отклонила. Она очень тонко чувствует грань, за которую заходить невозможно. Смерть Дианы стала одним из самых ужасных событий для британской монархии в 20 веке. И самым полезным – она изменила королеву. Умнейшая Елизавета в последние годы, я так сказал, расслабилась, вы знаете, стала больше общаться с людьми. Не из-за того, что перевалила за 90, а из-за того, что она поняла, надо быть ближе к этому народу, который тебя так не любит. Лондон. 7 сентября 1997 года. Представитель семьи Альфаэт, пресс-аташе Майкл Колл, официально заявил, что в день трагического ДТП водитель машины, в которой ехали Доди и Диана, был трезв, а не пьян, как сразу заявила французская полиция. Были представлены кадры, на которых отчетливо видно, что погибший Анри Поль не производит впечатления не то, что пьяного, но даже слегка подвыпившего человека. Он взял, только заказал два напитка слабоалкогольных коктейля за весь вечер. А он сидел, ждал там 5 или 6 часов. По неизвестной причине в тот день не работали камеры в тоннеле. Почему-то на складе вещдоков под Парижем сгорел Мерседес, в котором ехала принцесса. Поэтому версии катастрофы выдвигаются до сих пор. Некоторые эксперты утверждают, что водитель машины был ослеплен специальным устройством. И это выглядело, как вспышка фотоаппарата папарацци. Луч тробоскопа лазерного. Это была очень сильная вспышка. И свидетели это подтверждали с самого начала. Только эту тему как-то уводили в сторону. Отец Доди Альфаеда очень долго доказывал то, что убийство его сына и Дианы планировали непосредственно в Букингемском дворце. Я верю, что справедливость восторжествует. Ведь присяжные, которым предстоит вынести вердикт по этому делу, обычные люди. Я уверен, что мой сын и принцесса Диана были убиты. И стоит за этим королевская семья. Но и присяжные, и судьи, а также многочисленные эксперты не вынесли вердикта, который так хотел услышать Мохаммед Альфаед, несмотря на все затраченные на расследование фантастические деньги и силы. Это был просто несчастный случай. А теории заговора строились потому, что люди не хотят верить в то, что все банально и просто. Но когда-нибудь все всплывет, я уверен. Потому что информация есть у ЦРУ и ФБР, информация есть у нашей СВР. И когда-нибудь это, безусловно, то, что они знают, будет рассекречено. Но все, вопрос когда? Ну да! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok